ну что попытка 148 сейчас мы посмотрим присоединиться ли к нам катя напишите мне пожалуйста что меня видно и слышно я попробую с наушниками в наш так у меня шло какое-то эхо а вот теперь есть запрос на участие ну все давайте я сейчас тогда добавлю смотрим чтобы не было эхо чтобы все было слышно и видно хорошо и я заново тогда расскажу что мы сегодня тут с вами делаем с вами делаем ну опять у меня опять у меня какое-то невероятное эхо а у вас нет наушников случайно к сожалению нету напишите пожалуйста в чате у вас тоже есть это или это лично моя проблема потому что я слышу потому что я слышу скорее всего раз в наушниках я слышу то что я говорю заново но нужно понять как нашим зрителям комфортно ли это такая ситуация если это только меня лично а тоже есть совсем нет никаких наушников никакого вообще нет ну сейчас тогда я буду очень много молчать а катя будет очень много говорить да сильное эхо потому что все говорят давайте я сейчас быстро кратко скажу что мы встречаемся с кафик который занимается подбором онлайн и онлайн образование за границей и для взрослых и для подростков что она все расскажет и напоминаю снова для всех подписчиков юзью инглиш для всех что недавно с нами или давно что у меня нет рекламных прямых эфиров и все что мы здесь обсуждаем это просто потому что я считаю что вам это интересно будет или уже интересно это просто полезный контент я за это никакого материального подтверждения не получаю все что я прошу я прошу я прошу прямых эфиров это перевести любую сумму в подшефный фон помощи да безумным животным моей мамой собачка как собачка вы все знаете про этот фон тоже уже все теперь я буду молчать а катя будет вам рассказывать потому что у меня слишком много моего голоса в голове кать давай на ты давай рассказывай ну значит здравствуйте еще раз всем надеюсь да сейчас будет все хорошо никуда не отвалится меня зовут катя биршерт я основатель и главный консультант агентства кампус мы уже больше семи лет помогаем всем кто хочет учиться за границей осуществить эту мечту развеиваем мифы помогаем всячески вдохновляем в общем осуществляем мечты разных совершенно людей вот как конечно взрослых в основном мы работаем с теми у кого уже есть какое-то образование и кто хочет поехать магистратуру но остальным тоже стараемся по мере возможности помочь всего у нас было больше уже пятисот успешных поступлений в разные совершенно университеты от самых самых топовых у нас есть и оксфорд в активе гарвард со стэнфордом причем не по одному разу до таких вот которые прям очень маленькие никому не известные но от того не менее ценные вот и я веду блог веду блог в телеграме веду в инстаграме рассказываю собственно как все это сделать какие базовые принципы почему это все возможно потому что несмотря на то что на самом деле таких же ребят как мы большому счету много сейчас огромное количество выпускников которые куда-то съездили делится своим опытом различных агентств который тоже там что-то транслирует все равно существует много мифов очень многие люди считают что это дорого что учиться можно только вот если у вас английский только в англоговорящих странах вспоминают там про штаты про англию но иногда про ирландию бывает тоже вдруг она там но все равно выясняется что ага там ценник минимум 30 тысяч долларов в год и сразу закрывает эту историю потому что говорят это не для меня это в следующей жизни а по факту нет по факту на самом деле очень много есть возможности сделать это бесплатно вам еще и приплатят за то что вы к ним приедете вот давай вот этого момента момента конечно вот собственно я хочу рассказать про четыре способа как это сделать бесплатно в первую очередь самый классный самый простой способ это учиться изначально на бюджетных программах их много это не то чтобы какой-то супер эксклюзив их реально действительно очень много и каждому они доступны в европе огромное количество государственных университетов таких странах как германия франция но сейчас франции чуть меньше они немножко решили отойти до этой политики но тем не менее тоже остается вся скандинавия за исключением швеции австрия италия вот во всех этих странах есть бюджетные программы там ценник ну не больше 500 евро в год причем за эти деньги вы получаете студенческий билет на все виды общественного транспорта вот то есть если кто-то жил там ездил в европу видели в общем на самом деле насколько это может быть дорого а тут вы получаете за год за там 300 400 евро билет на все электрички и метро по-моему это очень выгодно вот то есть действительно еще раз повторю это много программ это не то что там 1 2 3 такого супер эксклюзива то есть например в той же германии более 700 таких программ причем это полностью на английском языке если вы не владеете немецким совершенно не беда он для поступления не требуется вот как попасть значит вам нужно то есть если у вас окей будем говорить сначала про тех у кого еще нету никакого образования да то есть кто вчерашний школьник вы находите вуз зависимости от страны там есть разные требования иногда бывает что каких-то странах к сожалению наш аттестат не воспринимают так адекватный тогда нужно поехать на какие-то курсы или отучиться скажем годик здесь там в россии ну или кто ребят там из казахстана из украины соответственно учиться здесь перевестись туда на первый курс никаких экзаменов не надо сдавать то есть вам нужно принести что документ о первом образовании ну аттестат до переведенный на английский язык подтверждение того что вы владеете языком чаще всего это TOEFL или IELTS то есть ну либо еще какие-то варианты даст абсолютно стандартная история заполнить на сайте университета вот эту анкету иногда еще рассказать про себя какие-то дополнительные вещи серии там как вы собираетесь оплачивать там как кто ваши родители прикрепить скан паспорта ну совершенно технические такие детали ничего сложного и ждать результата как правило документы принимают заранее то есть не как у нас в июне в июле все закончили школу потом начинают подавать принимают за год иногда за полгода до начала учебы то есть сейчас вот например если вы хотите начать учиться в сентябре уже очень такое хорошее время для того чтобы начать это поступление разведывать где можно учиться как что для этого нужно подбирать себе программы вот это вот все вот это то что касается бакалавриата с магистратурой чуть чуть посложнее в том плане что там еще нужно написать мотивационное письмо иногда прикрепить рекомендации от своих там преподавателей или научного там руководителя или руководителя практики но по большому счету тоже все только онлайн никаких там ехать куда-то сдавать экзамены там сидеть где-то в каких-то аудиториях ничего не нужно все из дома да 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 совершенно верно вот то есть процесс везде в общем-то и стандартный везде унифицированный все просто никаких каких-то вот именно подводных камней в плане того что а вот вам надо будет поехать там сдать какую-нибудь историю этой страны там или язык так вот бывает приходят и говорят вот мне надо будет приехать и отсидеть там в аудитории что-то нет не нужно все из дома вот это вот если очень так коротко то вот такая вот процедура поступления в эти страны потом когда вам приходит письмо о зачислении что да вот такой-то такой-то мы рады вас видеть дальше у нас наших стенах вы можете уже начинать и на процесс получения визы но это уже немножко отдельная история но по большому счету если вы поступили хороший вуз он аккредитован то никаких проблем с получением студенческой визы уже не будет вот дальше едете платить этот свой маленький взносик иногда даже его нету норвегии например ноги вообще ничего не с вас не просит все вперед можно учиться соответственно и жизнь прекрасна на мой взгляд это вот первый способ дальше второй способ это учиться за счет стипендии то есть что это такое то заранее вам выдаются деньги которые покрывают стоимость вашей учебы иногда еще стоимость вашего проживания практически в каждой стране есть глобальное такое которое дает их местное правительство то есть германия это например службники академических обменов великобритании это стипендия чивлинг который дает британский совет в америке есть такая же стипендия фубрид швеции есть в юсбил ну во франции в бельгии в общем-то практически во всех странах за очень каким исключением есть глобальные стипендии на них естественно очень большой конкурс потому что все хотят учиться бесплатно понятное дело что может быть и 20 и 30 и 50 человек на место но все равно эта история довольно реальная да не нужно прикладывать какие-то мега достижения серии что вы там выиграли какую-нибудь олимпиаду там на национальном масштабе или что вы там не знаю сделали какой-нибудь там свой основали фонд там помощи сиротам то есть естественно если у вас есть такая история это только в плюс но по большому счету никаких каких-то мега выдающихся достижений не требуется нужно просто грамотно обосновать ваши задачи то есть что вы не просто хотите поехать поучиться вот там получить какую-то пользу дальше строить карьеру зарабатывать много денег вы должны рассказать хотя бы вот в письме в мотивационном сопроводительном что вы хотите сделать мир лучше то есть что ваша учеба поможет не только вам но еще и соответственно вашим там не знаю сообществу рядом с вами вашем предыдущем университете в вашем городе родном еще где-то то есть вы может быть боретесь там за чьи-то права то есть права женщин или там права тех же окей животных то есть любая тема которая вам действительно актуальна вот вы про нее пишите и то есть надо просто грамотно все связать единое целое что вам что-то важно то есть ну вот он например у нас последний кейс девушка которая поступает на стипендию висбю ей она сама преподаватель английского но я не захотелось учить все просто детей в школе она сказала что это как-то слишком приземленно она съездила на программу обмены в великобританию и там совершенно случайно вписалась программу волонтерства беженцам они она помогала беженцам ассимилироваться в англии вот это намного интереснее когда ты вот видишь эту женщину в паранже и вот видишь только еще в щелочку ее глаза но эти начинает понимать больше вот лексики вообще интегрироваться в язык вот это говорит меня больше всего зажигает и сейчас она хочет поехать германию потому что ну там самый такой наверное большой хап этих беженцев чтобы научиться им помогать то есть программа как раз призвана вот учитывать вот эти лексические различия то есть все таки обучение не детей а уже взрослых людей со своими там особенностями и вот и то есть она в своей заявке мотивационной пишет да я вот состоявшийся преподавателя английского но вот мне это не интересно мне хочется помогать другим людям я считаю что это важно это большая миссия ну все то есть мы как бы 99 процентов это не компьютеры естественно естественно да 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 то есть у нас было много заявок когда люди писали по большому счету что-то такое пулистское но их это действительно волновало вот был молодой человек например он айтишник он работал свое время в мфц там помогал им вот московских этих центрах мои документы помогал им там все это налаживать и решил пойти дальше то есть заявки он сказал что мне нужно поучиться дальше как как обрабатывать базы данных для того чтобы помочь российским поликлиникам дескать поликлиниках то у нас все ужасно люди ждут очередей там вот просто месяцами и соответственно он считал что проблема ну не просто вот там в общей разрухе в стране а в том что плохо все налажено и вот хотя бы с этой точки зрения я вот научусь строить так эти базы данных так их анализировать что будет действительно ну хорошо все работать и вот ему дали стипендию в швеции то есть он абсолютно бесплатно отучился жил там бесплатно сами понимаете скандинавии все-таки вот то есть просто человек ничего особенного он закончил вышку не с красным дипломом у него был небольшой опыт работы то есть это не звездный какой-то профиль обычный вполне себе обычный товарищ просто у него была классная идея мы помогли ему грамотно ее описать и вот собственно вот он уехал таких историй у нас много на самом деле я не периодически себя блоге делюсь то есть кому интересно можете зайти почитать вот то есть я что хотела всем это не сказать что есть много стипендий на которые реально поступить даже если у вас нету отличного там аттестата или диплома и так далее потому что многие думают что это только для гения для да 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 совершенно верно вот а это на самом деле не так потому что всем этим стипендиальным фондом важно проспонсировать вас не просто за то что вы там отличились вот знаете есть такие вот там ну книжный червь как девочка ботаничка которая там на все пятерки отвечает она кроме того как учиться больше ничего в жизни не умеет вот этим стипендиальным фондом важно вкладываться в развитие общества они считают чтобы вот не только студентом отучился и потом положил себе эти знания в карман и дальше пошел как-то получать пользу он их дальше экстраполировал на общество то есть сделал какой-то вклад вот им под этим всем фондом очень важно потешить свое самолюбие они вот надеются что таким образом что-то станет лучше вот где-то в мире мире да да именно именно так вот помимо всяких фондов есть еще собственные стипендии огромное количество университетов то есть понятное дело что американские и нибудь британские те же голландские вузы они не в пример богаче наших они могут себе позволить вкладываться разных студентов которых они считают тоже вот такими умницами вот поэтому подаваться всегда можно на сразу на много стипендий и смотреть что выстрелит как правило выстреливает несколько вариантов то есть это все зависит просто от того насколько у тебя есть там сил времени чтобы все это осилить заполнить везде все эти заявки но учитывая что все делается из дома большому счету раньше раньше там скажем 10-15 лет назад надо было да все по почте отправлять это было тяжеловато сейчас попроще информационные технологии облегчают вот дальше третий способ это социальные стипендии они есть правда только в одной стране это италия но там дают стипендии абсолютно всем желающим кто не дотягивает вот до как бы каких-то их определенных стандартов не довольно высокие стандарты в плане финансов то есть это да 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 это должно быть примерно 20 тысяч евро в год на одного члена семьи причем учитываются все кто с вами живет бабушки дедушки там младшие братья сестры таким образом в общем то у любой семьи в россии будет доход реально ниже этих 20 тысяч вот если все эти справки собрать о доходе ну два ндфл стандартно то есть там такая вот обычная в общем то история вот если все это собрать то можно учиться в италии бесплатно да еще и общежитие дадут сверху то есть такой приятный бонус и такая же история есть еще в некоторых американских вузах самых-самых топовых то есть гарварде вам айти в еле в принстоне там если вы идете в первый бакалавриат вот там можно учиться также бесплатно там правда получается они считают общий годовой доход если он ниже 65 тысяч долларов на семью то вот тоже можно ну опять таки все эти суммы все равно в любом случае надо сначала туда да 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 совершенно верно это очень очень такое хитрое маленькое замечание то есть естественно в американские вузы фиг попадешь по большому счету там действительно очень высокий конкурс ну просто потому что это такой самый самый топ туда все хотят а вот то что касается итальянских вузов пожалуйста там довольно просто поступить то есть у нас были ребята совершенно с такими троечными аттестатами и совершенно спокойно поступали опять-таки есть много программы на английском языке и пожалуйста как бы ничего сложного в этом вообще нет вот ну и наконец последний способ как это сделать бесплатно эту торг об этом тоже мало кто задумывается но для платных университетов если у вас здесь это классный профиль ну то есть особенно это речь идет о магистратуре когда уже там типа хороший опыт работы то есть работа в каких-то известных компаниях есть какой-то трек такой именно достижений карьерных они рассматривают студентов не просто как студентов как клиентов которые приносят им деньги которые соответственно могут им прибавить очков уже впоследствии есть такая тема что в общем-то все университеты соревнуются в рейтингах они хотят быть как можно выше в любых там этих рейтингах отраслевых потому что ну чем выше они там тем больше у них ценник тем больше они инвестиции привлекут от различных там компаний которые спонсируются все понятно и вот эти рейтинги в первую очередь рассчитываются относительно успешности выпускников то есть чем круче будут выпускники плане трудоустройства чем выше у них зарплаты чем быстрее не найдут работу тем лучше для вуза и вот поэтому университеты их самая главная задача на этапе отбора найти вот потенциально самых крутых то есть кто потом лучше всех устроиться естественно если они видят что товарищ уже уже состоялся то скорее всего не выйдет дальше все будет замечательно поэтому если студент поступает сразу в несколько университетов они как правило спрашивают своих анкетах а куда то вы еще там поступаете вот а куда вы поступаете а напишите да 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 вот и вот вам приходит например сразу несколько вариантов то есть ну там три-четыре кто-то предложил скидку а кто-то например не предложил можно начать на этом этапе торговаться причем можно действительно очень так сильно скинуть цену сказать что ребят вот как бы у меня нет денег я очень хочу к вам но вот эти предложили в два раза ниже соответственно что вы скажете и это работает вот это работает на самом деле но для этого надо быть крутым то есть не просто таким который еле еле туда да 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 вот собственно это вот такой вот способ по большому счету вот их четыре возможности действительно очень много бесплатных программ много стипендий очень много ну и торговаться всегда можно если у вас все круто вот поэтому наверное вот это все что я хотел сказать именно в плане такого ликбеза хотела еще наверно ответить про онлайн программы да вот это очень интересно потому что я в италии уже не поеду ребенок муж собака стройка как бы вряд ли я смогу и выделить несколько лет чтобы уехать в италию учиться но онлайн я знаю что сейчас есть программы которые прямо не просто онлайн курсера а именно выдают диплом то есть ты прямо отучился 2-3 года вот как это подобрать их так много да их много на самом деле здесь надо в общем то принципы подбора все те же самые нужно в первую очередь определить цель то есть понятное дело что когда люди едут оффлайн чаще всего цель это переехать в эту страну как минимум попытаться когда речь идет онлайн это скорее всего именно приобрести знания какие-то дополнительные инструменты в таком случае выбор больше будет да то есть можно рассматривать абсолютно все страны есть различные поисковики их много опять-таки да у нас в блоге есть много много полезных ссылок на эту тему и общие поисковики и по странам и только онлайн где только вот они будут выбираться там можно соответственно смотреть эти программы и дальше нужно сравнивать контент я всегда естественно рекомендую выбирать вузы покруче по рейтингу и так чтобы вот именно если речь идет об онлайн программах чтобы у них была хорошая оффлайн то есть чтобы они просто онлайн вырастили из приличные обычные программы то есть например университет ну условно какой-нибудь там london school of business and finance не путать просто с london business school они разные там практически все программы онлайн они только на этом специализируются по большому счету ничего хорошего там нет а вот если мы берем какой-нибудь тот же карвард какой-нибудь колумбийский университет у них вот эти онлайн программы выросли на базе уже состоявшихся крутых таких программ качественных больших историй да 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 все именно так и есть то есть надо рассматривать именно вот все те же самые университеты которые присутствуют в оффлайн рейтингах самые самые топовые и вот у них уже отбирать вот эти не у всех понятное дело есть онлайн программы но они потихонечку появляются начинают переляться у всех просто потому что это рынок они за это тоже борется за тех кто не хочет отрываться от своей работы вот и надо отбирать соответственно вот среди самых топовых то есть смотреть есть онлайн нет онлайн есть еще программы такие blended то есть когда вы например проходите например 12 модулей онлайн и 3 вы проходите оффлайн то есть это либо летом вы приезжаете либо на рождественские каникулы какие-то вот модули определенные нужно пройти уже вот это тоже прикольная история так вот ездить куда-то пообщаться окунуться в это все ну и соответственно да потом будет церемония вручения диплома тоже на кампусе это вот очень интересная штука но она только-только на самом деле зарождается то есть сейчас все пробуют разные платформы вот именно как все это сделать потому что на самом деле довольно сложно учитывая что все учатся еще из разных часовых поясов то есть такой большой очень для них проблема я вот но она точно сейчас будет развиваться потому что абсолютно все университеты завели себе вот эти вот топовые университеты завели онлайн отделение и потихонечку добавляют программ понятное дело что да инженерами как биохимия то есть вот эти там физические программы ну систем они их сложно представить в таком ракурсе но бизнес гуманитарные направления даже архитектура я уже видела такие программы они все есть вот то что касается процесса можно обратиться чтобы ты подобрала прям да естественно да пожалуйста то есть мы как раз этим занимаемся у нас есть несколько форматов когда мы просто рассказываем ребята ну вот такие мы вот определились с требованиями такими 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 смотрим такие такие страны вот пожалуйста поисковики ищите там смотрите на какие-то места вот ключевые то есть а потом это можем обсудить еще раз тоже в рамках какой-то консультации либо же в принципе просто человек ко мне приходит и говорит вот у меня такие критерии ищите вы соответственно еще мы тогда вот то есть это все пожалуйста мы то есть в отличие от многих агентств которые работают только с какими-то определенными университетами которые комиссию соответственно платят за привезенных студентов мы работаем в этом плане вот абсолютно со всеми если программа существует значит мы ее найдем вот и она будет подходить то соответственно она будет нашем списке вот это вот то что а по поводу поступления на онлайн программы там все идентично другим то есть как на обычные оффлайн программы точно также на онлайн можно поступить то есть точно также собирается пакет документов единственное что у них чаще стартует набора то есть если у обычных таких полноразмерных чаще всего это просто сентябрь но иногда еще есть дополнительный набор в январе но это редкость то здесь бывает по три по четыре раза в год все время это все поскольку людям не надо тратить время на получение визы вот на подтверждение каких-то финансов ничего такого не нужно здесь более флэксбол такой процесс вот по сути так отлично я продолжаю но задавайте вопросы если у вас есть вопросы про подбор онлайн запись мы разместим обязательно со всеми ссылками на ютюбе тоже видите если вы смотрите сейчас на ютюбе то ссылки уже внизу на кассу и как можно вот к ним обратиться чтобы подобрать потому что я например так ну что вопросов нет такой бывает да сейчас ждем если какая-то задержка с интернетом но я думаю что нет хорошо я думаю что я это очень полезно я даже не знаю несколько человек а там я прямо конкретно отправлю эту ссылку прошу прощения еще раз задумали почему это и буду в следующий раз тогда с наушниками работаем со всеми странами то есть главное что программа была на английском языке то есть в общем то это все страны сейчас везде есть где-то больше где-то меньше основные страны вот где английские программы есть помимо англоговорящих я уже называла то есть это германия голландия скандинавия швейцария австрия вот там очень много везде этих программ то есть пол европы говорят на английском языке совершенно спокойно там все это есть вот сайт вот пожалуйста я вам написала то есть у нас вся наша контора называется агентство кампус то есть кампус сей то есть кампус консалтинг агенции вот это наше замечательное знакомство спасибо всем кто пришел до новых встреч и мы пойдем сейчас и обсуждать где меня получить онлайн спасибо вам друзья за такую возможность Насте очень было приятно спасибо подписывайтесь если интересно было там у нас в блоге много всякого тоже интересного и увлекательного до новых встреч пока 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 пока